Добрый вечер. Предлагаю посмотреть прямо сейчас. Прояви свой потенциал. Сделай правильный выбор. Сдай ЕГЭ честно. Ты можешь больше, чем думаешь. Не сомневайся в себе. Готовься. И я уверен, ты сдашь. Ведь ты талантлив и умен. Я за честное ЕГЭ. Итак, честное ЕГЭ сегодня в центре внимания. Игорь Васильевич, в этом году сделаны беспрецедентные шаги на пути прозрачности. На них я предлагаю остановиться детально. Но сначала давайте разберемся, сколько выпускников в этом году будут сдавать ЕГЭ. Ну, я скажу, действительно, у кого-то весна это посевная. У нас это сбор урожая, скажем так. В этом году у нас ЕГЭ сдают, то есть выпускники непосредственно средней школы, порядка 7 тысяч человек. Сколько ребят будут повторно сдавать ЕГЭ, кто уже является выпускниками и решили пересдать, чтобы получить более высокие баллы? Выпускники прошлых лет около 600 ребят в этом году. Какие предметы из списка дополнительных, вот чаще всего, наиболее востребованы и интересны ребятам? Ну, основной это, понятно, русский язык, математика. А дополнительно у нас традиционно уже так складывается, это общество знания, это физика, биология и история. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире, телефон редакции 639-717. Звоните и задавайте свой вопрос министру. Игорь Васильевич, в этом году много говорится о нововведениях ЕГЭ. Все-таки что изменится в процедуре сдачи экзаменов? Ну, я сразу бы хотел отметить, что для ребят концептуально ничего не меняется. Все изменения, они касаются именно организаторов, то есть нас. В основном это, конечно же, связано с обеспечением чистоты, прозрачности всех этих мероприятий. Я должен отметить, неоднократно мы уже действительно говорили об этом и в прессе, встречались и с телевидением, и встречались с родительской общественностью. Это, прежде всего, новшество, связанное с видеокамерами в аудиториях и в пунктах проведения экзамена. И это то, что будут присутствовать сотрудники полиции с металлодетекторами. Прежде всего, я должен сказать, что это направлено на безопасность и, опять же, повторюсь, на чистоту и равные условия для всех ребят. Наверное, традиционные опасения ребят, зачем все-таки нужны видеокамеры, нам будет неудобно сдавать, я слышал такие мнения. Вы знаете, в данном случае я бы предложил все-таки успокоиться и спрятать свои эмоции. Я уверен, что ребята, наверное, к этому нормально должны относиться. Может быть, в большей степени здесь переживают родители, поскольку они все-таки будут находиться за пределами... По ту сторону, да? Да, по ту сторону, так скажем. Камеры, прежде всего, это для защиты самих ребят. Ведь надо понимать, что если кто-то пытается всех обмануть, то те ребята, которые действительно пришли только со своими знаниями, они окажутся не в равных условиях. Второе, это те конфликтные ситуации, которые могут возникнуть. И действительно, в данном случае, вот, запись, она может в дальнейшем помочь правильно оценить то, что произошло. Ну и стоит отметить, что это будут обычные веб-камеры, практически незаметные для тех, кто будет сдавать экзамены, а где-то будут закреплены, да? Это камеры, да. Часть из них будет транслироваться в онлайн-режиме, то есть определенное количество людей смогут, тех, кто действительно со стороны организаторов, смогут смотреть по всей Российской Федерации, посмотреть любой аудитории. Мы об этом говорим чуть попозже. Сейчас у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот вопрос волнует. Дети несколько часов будут там находиться, собственно говоря, никуда не выходя. Что можно им дать с собой перекусить? Там, не знаю, в прошлые годы можно было шоколад. Говорят, что запретили в этом году. Спасибо большое за ваш звонок. Ну, я сейчас не могу так вот достаточно детально сказать, какие там можно продукты, но, во-первых, нами будет организовано все то, что необходимо прежде всего. С точки зрения питания. С точки зрения там, да, и организации питания определенного, воды и, естественно, это медикаменты, соответственно. Сколько видеокамер будет установлено в пунктах приема экзамена, о которых вы уже говорили? Ну, минимум это одна камера. Все будет зависеть от того, насколько будет обеспечен охват аудитории. То есть одна камера на одну аудиторию? На одну аудиторию, да. Максимум это две камеры. Все ли вопросы по техническому оснащению пунктов уже решены? На сегодняшний момент мы еще в работе, но вся работа, она близка уже к завершению. И 15 мая это тот контрольный срок, когда мы должны подписать все акты готовности по всем аудиториям. Я уверен, что это у нас будет сделано максимально. На ваш взгляд, вы уже упомянули, что эти новшества могут послужить причиной волнения ребят. Все-таки, что бы вы посоветовали тем, кто сейчас готовится к ЕГЭ? Обращать на это внимание, не обращать на это внимание? Я бы посоветовал готовиться к ЕГЭ и не обращать на это внимание, действительно. Не надо никого слушать, те, кто провоцирует какие-то создания непонятной такой обстановки. Все нормально, все должно быть в спокойном режиме. Я уверен за наших ребят. Наши ребята нашего региона, они традиционно сдают очень хорошо, выше российских показателей. И я думаю, что этот год он будет таким же. Надо всем успокоиться и заняться серьезной подготовкой к сдаче экзаменов. И хорошо его сдать. И хорошо его сдать, безусловно. Мы уже упомянули о сдаче экзаменов. Сейчас как раз экзамены уже ЕГЭ сдаются. Речь я имею в виду о досрочной волне ЕГЭ. Несколько слов об этом. По досрочной волне, да, действительно у нас есть часть ребят, которые не могут по определенным причинам присутствовать в основной этап. Это ребята, которые в основном уезжающие на соревнования, которые участвуют в составе сборных команд. Это и на международной арене, и вообще российские какие-то соревнования. При наличии, естественно, подтверждающих документов от лиц, которые их приглашают. Это ребята, которые ходят в армию в тот основной этап. Но я должен сказать, что... То есть в начале июня кому уже приходят побежды? Да, безусловно. Те, кто уже на основании документов военкомата, уходят на срочную службу. И это ребята, которые по каким-то причинам необходимо где-то пролечиться или как раз назначены опираться на этот период. Сколько таких ребят в Архангельской области в этом году? У нас таких ребят немного. Их всего лишь сегодня у нас шесть человек. Сейчас участвуют как раз в досрочном этапе, который у нас завершится 5 мая. В социальных сетях нет-нет, да и всплывают различные варианты. Стоит ли обращать на них внимание? И я знаю, что эти варианты предлагаются в том числе и за деньги. Знаете, я бы не рекомендовал пользоваться вот этими непонятными, скажем, вещами. У нас есть официальные порталы и сайты, где можно на сегодня в открытом доступе получить те материалы, которые были в предыдущие годы. Материалы этого года, их нигде не найти. И если кто-то вам заявляет о том, что у него есть какие-то материалы 2014 года, это полная ложь. Если будет что-то где-то опубликовано, я должен сказать, сразу же предупредить, что Рособорнадзор Российской Федерации, он сегодня очень отслеживает все эти публикации. И вплоть до каждого конкретного человека на сегодня это может дойти. То есть кто это делал, будет вычислено. Я даже знаю, что во время досрочного экзамена как раз Рособорнадзор блокировал некоторые социальные сайты, но подгруппы, где были попытки выложить такие материалы. Да, действительно, там работа очень налажена, серьезная в этом плане. Процедура доставки химов, тех самых контрольно-измерительных материалов, насколько здесь все продумано, насколько здесь не будет никакой утечки информации? Да, это вот еще одно из новшеств этого года, то, что у нас в процедуре доставки участвует управление специальной связи Российской Федерации. То, чего не было. И причем материалы доставляться будут на централизованный склад данной службы. Раньше вся доставка материалов осуществлялась в наш региональный центр обработки информации, сегодня это исключено. И доставка материалов будет до конкретных пунктов, будет осуществляться непосредственно со склада спецсвязи, сопровождение сотрудников полиции. Ну, я думаю, для школьников ничего такого сверхнового на экзамене не будет. А проходят ли какие-то репетиционные экзамены в школах? Как-то ребята готовятся? Ну, безусловно, ребята готовятся, это и, ну, не надо забывать про уроки. У нас серьезная подготовка идет непосредственно в общеобразовательных учреждениях. Кроме этого, есть какие-то факультативные занятия, дополнительные курсовые занятия. И нельзя забывать про тот объем информации, который сегодня выложен на официальном сайте Федерального института педагогических измерений. Это материалы предыдущих лет. С ними можно работать, там нет ответов, но прорешивать все задания можно. То есть, сложность, она, в принципе, одна и та же. Ну, давайте назовем эти сайты, а я попрошу режиссера дать на экран их адреса. По каким сайтам школьники могут получить информацию? Ну, я уже назвал, значит, вообще надо портал ЕГЭ, обратить внимание на него официальный наш федеральный портал ЕГЭ, и сайт Федерального института педагогических исследований. И, кроме того, это сайт нашего центра оценки качества образования. СОКО29.Инфо. В регионе открыта горячая линия, куда можно обратиться по каким-то вопросам, связанным с ЕГЭ. Давайте дадим это тоже телефон. Да, наш телефон министерства, по которому можно звонить, это 20-08-55, вам ответят, квалифицированно на все тонкости проведения единого государственного экзамена в нашем регионе. Ну, я хочу заметить, что в школах, помимо всего прочего, проходил и тренировочный экзамен, ребята готовятся к будущим формам сдачи. Например, тренировочный экзамен по информатике и информационно-коммуникационным технологиям прошел в Архангельске. А особенностью этого испытания стала компьютерная форма сдачи ЕГЭ. В Архангельске в роли экспериментаторов представили старшеклассники восьмой школы. Пожалуй, это первый раз в их школьной жизни. Через минуту экзамена у них ни один мускул не дрогнет. Это же эксперимент. 15 человек решили не только проверить свои знания по информатике, но и разобраться в нюансах сдачи ЕГЭ по-новому. Все регистрационные бланки и задания переведены в электронный вид. Чтобы приступить к работе на компьютере, ребятам необходимо было ввести в специальной программе идентификационный код. Я пробовала тестовый вариант, намного легче, потому что когда куча бумажек, ты отвлекаешься на одно, на второе задание, а тут уже конкретно задания выходят, и ты уже определяешься по конкретному заданию. С 2015 года информатику в России будут сдавать только в компьютерной форме. Сейчас в регионах идет подготовка к этому варианту ЕГЭ. Такие тренировки позволяют на практике выяснить сложности, которые могут возникнуть в ходе компьютерного экзамена. Большая роль отводится организаторам в этом экзамене, потому что именно им предстоит быть уверенными пользователями компьютеров для того, чтобы именно тот результат, который получил выпускник на экзамене, пошел в соответствующий поверяющий орган, и был тот результат, который достоин данного ученика. 45 старшеклассников региона приняли участие в экспериментальном ЕГЭ по информатике. Еще 90 школьников попробовали свои силы, сдавая иностранный язык. Этот экзамен также видоизменится с 2015 года. В нем появится устная часть. Ее и отрабатывали в ходе тренировочного ЕГЭ. Эта программа в центре внимания. Главный вектор разговора обращен в сторону ЕГЭ в студии министра образования и науки Архангельской области Игоря Скубенко. Игорь Васильевич, мы уже поговорили детально о школьниках, о родителях. Кто еще может присутствовать на экзаменах? Я имею в виду такой институт, как общественные наблюдатели. Что это за люди? Да, действительно, институт общественных наблюдателей – это на сегодня наши дополнительные помощники, так назовем. Но это граждане, любые, которые заявились о возможности участвовать во всех этих мероприятиях в качестве наблюдателей. И там есть определенные ограничения. То есть это не могут быть работники общеобразовательных учреждений, это не могут быть представители органов управления образования, это не могут быть близкие родственники тех, кто сдает ЕГЭ. То есть они не могут находиться в одной аудитории, но по разной стороне, скажем так, аудитория не могут быть. Да, конечно. И, конечно, этот институт, эти граждане нам очень помогают. Я просто скажу для статистики, в прошлом году из 16 нарушений, которые были выявлены в Архангельской области, 14 было зафиксировано как раз на пунктах, где присутствовали общественные наблюдатели. А в чем функционал этих людей? Ну, мы их обучаем тем требованиям, которые сегодня существуют к процессу проведения единого государственного экзамена. То есть они присутствуют у нас в пунктах. И, естественно, могут определить те нарушения, которые, может быть, обычный обыватель может не заметить. То есть это обученные, аккредитованные люди, специально направленные в конкретные пункты. То есть у них будет доступ, они могут присутствовать прямо в аудитории во время экзамена и смотреть, чтобы все было в порядке? Да, безусловно. Сколько таких наблюдателей будет в этом году в Архангельской области? Ну вот на сегодня у нас уже зарегистрировано, и мы так полагаем, что они получат соответствующее удостоверение. Более 100 человек, это по всей территории. И еще один момент, я должен отметить, тоже новшество. У нас в регионе будет введен в состав государственной экзаменационной комиссии федеральный инспектор. То есть это представитель тоже обученный, абсолютно опытный человек из другого региона. У нас это будет человек из Мурманской области. То есть он возглавит работу наших наблюдателей? Нет, он будет введен в состав ГЭК, нашей государственной экзаменационной комиссии, которую я возглавляю. Это по сути будет мой помощник. То есть замминистра. На равных условиях, поскольку у него будут все контакты с федеральным центром. И с ним также федеральный центр может в любое время суток связаться и получить конкретную информацию, как проходит ЕГЭ в регионе. То есть это абсолютно независимый человек. Правильно ли я понимаю, что помимо наблюдателей, которые будут работать непосредственно в аудиториях, будут еще и наблюдатели, которые будут следить с помощью тех самых веб-камер, которые будут транслировать ЕГЭ в режиме онлайн? Да, безусловно. Это, по имеющейся информации, более 7 тысяч человек по всей Российской Федерации. Ну, мы достаточно полно осветили ЕГЭ в 11 классах. Но и в этом году и выпускники 9 классов будут проходить итоговую тестацию в форме ЕГЭ. Так ли это? Да. Это тоже одно из новшеств. Вот мы постепенно в процессе программы раскрываем все тайны. Так он у нас будет немножко по-другому называться. Это не ЕГЭ, а ОГЭ. Это основной государственный экзамен. Действительно, у нас в эти все процессы включаются теперь уже 9 классники. Это для нас сегодня очень важно в плане и формирования региональной оценки качества образования, корректировки каких-то наших процессов. Более 10,5 тысяч человек у нас с этого года будут задействованы уже в этих мероприятиях. И я должен сказать, конечно, на этом этапе это будет приближенно к ЕГЭ, но там полномочий у региона, то есть у нас, будет значительно больше, чем при проведении непосредственно основного ЕГЭ. Здесь и формирование экзаменационных материалов будет тоже производиться нами, из общего банка, который мы сформируем из Федерального института педагогических измерений. То есть тот банк, из него мы будем в автоматическом режиме формировать экзаменационный материал. Я так понимаю, что вот это введение итоговой аттестации в 9 классах, это скорее всего с точки зрения приобщения ребят, скажем так, чтобы они более спокойно входили уже в свою итоговую аттестацию в 11 классе, то есть они пройдут это горнило этих испытаний чуть раньше. В том числе и для этого тоже. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире, телефон редакции 639-717, пожалуйста, присоединяйтесь к разговору. Игорь Васильевич, прошла информация о том, что в Архангельской области возвращаются медали, которые были отменены официально с прошлого года. Так ли это? Да, действительно, мы этим вопросом занимались, скажем, с декабря месяца. То есть изучали и юридические аспекты, и финансовые потребности для этого. И сформировали вот не так давно, буквально в марте месяца, сформировали губернатор Архангельской области Игоря Анатольевича Орлова свои предложения, которые он безусловно поддержал. И на сегодня мы уже внесли законопроект в областное собрание депутатов по данному вопросу. Я думаю, он будет поддержан. И уже по результатам тех испытаний, которые пройдут у нас в течение мая-июня месяца, наши самые отличившиеся ребята получат наши региональные медали. То есть если парламент примет предложение правительства, будет утвержден закон, соответственно, он вступит в силу, и уже ребята этого года смогут получить медали? Мы все сделаем для того, чтобы ребята этого года медали получили. Мы плавно перешли к вопросам качества образования, поскольку медалисты – это один из показателей успеха наших школ, наших педагогов. По каким направлениям сегодня идет работа? Да, ЕГЭ – это один из тех критериев, по которым мы оцениваем качество образования в регионе. Я должен сказать, что региональная система оценки качества образования на сегодня еще пока в процессе формирования, в таком глобальном понимании этих слов. И работа на сегодня ведется. Мы действительно работаем совместно и с Министерством образования и науки Российской Федерации, поскольку региональная система – это одна из составных частей общероссийской системы оценки качества образования. Работа ведется по нескольким направлениям. Если говорить о той оценке, которая на сегодня, это ЕГЭ, АГЭ, это те диагностики, которые мы проводим. То есть это комплекс мероприятий. Я думаю, раскрывать это в рамках одной программы будет достаточно сложно. Но работа ведется к действительности. Мы вас пригласим обязательно еще тогда. Хорошо. Если говорить о модернизации системы образования, все-таки в чем вы видите важнейшую задачу, номер один? Непростой вопрос, да? Вопрос непростой, он также увязан с предыдущим. Действительно. На сегодня, когда начался процесс модернизации общего образования, прежде всего для нас стояла задача создания тех условий, которые должны будут способствовать для улучшения показателей качества. За прошедшие три года мы очень большую работу провели. В это вложено было более миллиарда двухсот миллионов рублей по всему региону. У нас закуплена масса просто оборудования. Сейчас перечислять это будет тоже много времени. Мы повысили заработную плату педагогам. Это неоспоримый факт. Сколько бы суждений не было по этому вопросу, мы выполнили все те показатели, которые нам федеральное правительство установило по итогам прошедшего года. И мы на сегодня имеем динамику, которая говорит о том, что по 2014 году мы тоже эти показатели выполняем. Вы имеете в виду майские указы президента, которые обязывают поднимать зарплату педагогов в соответствии с средней зарплатой по экономике, так? Да, зарплата это одно, но на сегодня уже настал этап, когда мы от педагогов должны потребовать шага навстречу. То есть на сегодня мы как раз должны говорить уже о показателях эффективности деятельности, которые выльются в показатели качества непосредственно. Но на самом деле качество образования, то, которое мы сегодня даем, результаты мы увидим через уже, может быть, несколько только лет. Ну вот, говоря о результатах, я хочу спросить вас о том, как будет проводиться проверка экзаменационных работ, потому что ребята пришли, написали, это понятно. Что дальше с этими работами происходит? Какой процесс? Ну, процесс тоже непростой, на самом деле. Если телезрителям интересны детали, то можно также по нашему горячему телефону позвонить, все тонкости расскажем. После этого материалы также будут упакованы и сопровождение членов государственной экзаменационной комиссии направлено в наш региональный центр обработки, где уже и будет проходить это достаточно, может быть, небыстрая процедура оценки, в том числе с федеральным центром, безусловно. Как ребята смогут узнать о результатах? Я знаю, что в этом году не будет бумажных свидетельств. Да, бумажных свидетельств не будет, все свидетельства будут в электронном виде, также на официальном сайте. Значит, по срокам есть определенный график, там для каждого предмета установлены конкретные сроки, когда будет вывешена официальная информация, мы этих графиков будем стараться придерживаться, естественно. И все, что от нас будет зависеть, мы постараемся сделать, чтобы даже быстрее ребята получили результаты. В том году такая практика была, вы знаете. Все ли, на ваш взгляд, сделано сегодня в регионе, чтобы ребята в спокойной рабочей обстановке получили оценки, которые бы зависели только от их знаний? Мы старались. Спасибо большое. Министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко был в студии программы «Центр внимания». Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok